Здравствуйте мои подписчики и гости канала. В этом видео рассмотрим надежность и долговечность технологического оборудования хлебозаводов. В процессе эксплуатации все виды машин, в том числе и технологическое оборудование претерпевают определенные изменения. Эти изменения возникают в результате воздействия на рабочие органы машин, механических нагрузок, износа, коррозии, воздействия агрессивных сред и температур, изменения свойств рабочего тела, возникающего в результате колебания в допустимых пределах рабочих параметров процесса. Под воздействием указанных факторов происходит износ отдельных элементов машин, вследствие чего нарушаются нормальные условия их работы, что приводит к ускоренному износу, разрушению отдельных деталей и остановке машины, то есть отказу. Надежность машины это основной ее показатель, который выражает способность машины сохранять работоспособность в течение установленного для нее срока эксплуатации. Основа надежности машины закладываются при разработке ее технического проекта, рабочих чертежей и корректировке документации по результатам промышленных испытаний. Существенную роль в этом играет и качество изготовления машины заводом-изготовителем, которое включает соблюдение технологий изготовления отдельных деталей, качественную сборку узлов и всей машины, а также регулировку и испытания в заводских условиях. Надежную консервацию и упаковку оборудования, снабжение его необходимой технической документацией, специальным инструментом и комплектом быстро изнашивающихся запасных частей. Условия эксплуатации могут в значительной степени оказывать влияние на показатель надежности машин. Существенным является соблюдение норм эксплуатации машины. Своевременная смазка рабочих деталей, очистка и регулярный осмотр, соблюдение температурного режима и прочее. Если, например, тестоделительная машина останавливается на срок более двух часов, то ее рабочие органы необходимо очистить от теста, промыть теплой водой и смазать маслом. Несоблюдение этих условий приводит к резкому снижению надежности и работоспособности. Сказанное выше относится к большинству машин, эксплуатируемых на хлебозаводах. Следовательно, надежность машины является функцией трех составляющих. Совершенство конструкции и расчетов, качество изготовления, наладки и регулирование машины на заводе-изготовителе, условия эксплуатации машины на производстве. Кроме того, надежность рекламентируется экономической оценкой указанных составляющих, ибо уровень надежности непосредственно связан с экономикой производства. Уровень современной техники позволяет практически осуществить самые высокие показатели надежности, однако определяющим здесь является экономический фактор, который устанавливает ценой каких затрат достигнут фактический уровень надежности. Ведь эти затраты могут быть столь велики, что экономический эффект от повышения надежности окажется меньше тех затрат, которые будут вложены в производство машины для повышения ее надежности. Следовательно, при оценке надежности машины необходимо сравнивать различные варианты и исходить из выбора варианта, дающего максимальный суммарный экономический эффект с учетом изготовления, стоимости эксплуатации, ремонтов и длительности без аварийной эксплуатации машины. Далее рассмотрим основные показатели надежности. Работоспособность – это состояние машины, при котором она способна выполнять заданные функции, сохраняя значение заданных параметров в пределах установленных технической документации. Работоспособность – это способность не только механически выполнять рабочую функцию, но и обеспечивать необходимые нормы качества рабочего процесса и изделий. Для хлебозаводов изделиями являются продовольственные товары, которые вырабатываются соответствующими машинами, а для машиностроительных заводов изделиями являются машины, которые они изготовляют. Отказ – это нарушение работоспособности машины, например, поломка какой-либо детали или ее износ до таких пределов, что машина не может обеспечить необходимые показатели работы. Срок службы до отказа – это время работы машины в часах до остановки по указанной причине. Наработка или срок службы до предельно регламентированного состояния называется ресурсом или допустимым сроком службы. Здесь необходимо обратить внимание на то, что время работы машины до отказа является случайной величиной, а ресурс или недопустимый срок службы – регламентированная величина. Безотказность – это свойство машины сохранять работоспособность в течение определенного периода времени или некоторой наработки. Долговечность – это свойство машины сохранять работоспособность до наступления предельного состояния, то есть в течение всего времени эксплуатации при установленной системе технического обслуживания и ремонта. Таким образом, долговечность машины определяется за весь период эксплуатации и не только изготовлением, но и правильностью эксплуатации и ремонтов. Для оценки долговечности технологического оборудования применяют две группы показателей. Во-первых, это показатели, характеризующие выход за допустимые пределы основных технических характеристик машины. Например, показатели, характеризующие точность деления, рабочее давление в мерной камере, удельный расход энергии на выработку единицы продукции и прочее. В этом случае основным показателем долговечности будет срок службы машины до выхода технических показателей за пределы, установленные технической характеристикой. Во-вторых, характеризуется способностью выполнять свои функции с затратами времени на ремонт, замену деталей, наладку и обслуживание, установленные для данной машины, определенным значением коэффициента технического использования. Формула представлена на экране. КТП является безразмерной величиной. Он численно равен вероятности того, что в данный произвольный момент времени машина работает, а не ремонтируется. Ремонтоспособность. Это приспособленность машины к обнаружению и устранению неисправностей. Удобство технического обслуживания и ремонтов, простота обнаружения отказов и легкость доступа для осмотра всех рабочих узлов и деталей машины. Ремонтоспособность определяет затраты времени и является составной частью долговечности. Коэффициент долговечности КД определяется из уравнения, представленного на экране. Для определения КД необходимо брать тот период времени работы, в котором имеют место все виды отказов. В уравнении, которое вы видите на экране, он выражается через срок службы и трудоемкость ремонта деталей машины. При одновременном ремонте группы деталей под Т и Т поднимается время до очередного ремонта этой группы. Из этой же формулы следует, что основными путями повышения долговечности машин является повышение срока службы деталей и узлов и снижение длительности ремонтов. Экономический показатель надежности КЭ исчисляется в рублях деленное на час. Формула представлена на экране. В процессе эксплуатации машины наблюдаются отказы в результате различных причин. Износа или деформации, разрушения связи или отдельных деталей, нарушения технических норм эксплуатации. Они делятся на допустимые, возникающие при нормальных условиях эксплуатации и недопустимые, носящие аварийный характер. Последние возникают в результате недостаточной прочности какой-либо детали, перегрева, отсутствие смазки, усиленной коррозии, перегрузки рабочих органов. Если машина выполняет свои функции, но не может обеспечить параметры рабочего процесса, указанные в технической характеристике или оговоренные в стандартах предприятия, то возникают отказы по причине параметрической ненадежности машины. Например, в поршневом тестоделителе из-за износа узла нагнетания в мерной камере не достигается необходимое давление. В результате тестовые заготовки выходят с допуском, превышающим колебание массы плюс полтора процента, указанные в технической характеристике. В этом случае фиксируется отказ по причине параметрической ненадежности. Определение нагрузок и времени наработки до отказа. Нагрузки в рабочих камерах технологического оборудования, а следовательно и в отдельных деталях, могут колебаться в зависимости от степени загрузки обрабатываемой массы в рабочую камеру. Вот и рецитуры, колебаний влажности, исходных свойств сырья. Например, при замесе теста из пшеничной муки с различным содержанием клейковины и различными упругостью и растяжимостью, нагрузки могут колебаться в пределах от тридцати до сорока процентов. Следовательно, фактические колебания нагрузок в этом случае носят случайный характер. Для получения расчетных данных необходимо пользоваться отработанными статистическими показателями. Отсюда следует, что и сами показатели надежности являются случайными величинами и могут определяться на основе методов теории вероятности и математической статистики с использованием практических данных по эксплуатации оборудования. Случайные величины бывают дискретными, принимают лишь определенные значения и непрерывными, могут принимать в определенном интервале любые значения. Каждому значению случайной величины t и t соответствует определенная частота появления этого значения в эксперименте m и t. При общем числе наблюдений n частота событий определяется как отношение m и t к n. Вероятность безотказной работы p от t в течение времени наработки t определяют из выражения, которое вы видите на экране. Приближенное определение pt производят по другой формуле. Для различных случаев работы и систем машин плотность распределения отказов может быть достаточно точно описана известными законами нормального распределения гаусса вейбула экспоненциального и других. При распределении вейбула плотность распределения описывается выражением, а вероятность безотказной работы описывается формулой. Средняя наработка машины до отказа t средняя описывается формулой и зависит от плотности распределения до отказа. Приближенно среднюю наработку до отказа можно определить по формуле демонстрируемой на экране. Обеспечение надежности при разработке технологического оборудования. В этом плане существенными в определении надежности являются применение прогрессивных структурных схем компоновки узлов, сочленение деталей, удачный и правильный подбор материалов, комплектация привода электродвигателем с соответствующей характеристикой, разработка надежной системы защиты подвижных элементов от попадания муки, теста и прочего. А также обеспечение надежной системы смазки деталей, очистки рабочей камеры и рабочих органов машины от обрабатываемого продукта, муки, закваски, теста, опары и прочего. В процессе разработки технического задания на машину необходимо определить технически обоснованные и экономически целесообразные показатели безотказности и долговечности машины. Во время эксплуатации машины возникают внезапные и постепенные отказы. Пусть P1 от T – вероятность безотказной работы машины при внезапных отказах, а P2 от T – при постепенных отказах. C1 и C2 – частоты внезапных и постепенных отказов. Вероятность безотказной работы машины при наличии обоих видов отказов определится по формуле, представленной на экране. При составлении технических заданий на надежность необходимо учитывать реальные условия технологического оборудования на хлебозаводах. Показатели надежности, включаемые в техническое задание и технический проект, обеспечиваются вероятностными методами расчета при проектировании. Их расчет на стадии технического проектирования имеет своей целью определить проектную надежность отдельных деталей и функциональных узлов и обеспечить согласованность показателей надежности и работоспособности между отдельными узлами. Необходимо исходить из равенства нормативной выработки наиболее быстро изнашивающихся деталей и полной переборки узла в целом. Если такое согласование нельзя обеспечить, то тогда необходимо конструктивное сочленение наиболее быстро изнашивающихся деталей групп. Выполнять так, чтобы можно было осуществлять его замену или ремонт без полной разборки узла. Вероятность безотказной работы деталей определяется с помощью структурных схем надежности узлов. Структурная схема узла, определяется его конструктивным решением и взаимным расположением деталей и их соединениями. Если машина имеет структурную схему из N соединений функциональных узлов, то вероятность безотказной работы машины при последовательном соединении функциональных узлов рассчитывается по формуле на экране. А при параллельном соединении функциональных узлов рассчитывается по другой формуле, которую вы видите сейчас. Под функциональным узлом следует понимать функциональную группу деталей, объединённую конструктивно и определяющую отдельную технологическую функцию машины. Например, в тесто делительной машине нагнетатель теста, стабилизатор давления, делительный барабан и прочее. Функциональный узел может содержать несколько узлов сборочных единиц, группируемых по принципу изготовления, как изделие, составные части которого подлежат соединению между собой на заводе-изготовителе, сборочными операциями, свинчиванием, сваркой, клёпкой, опрессовкой, развальцовкой и прочее. Оценка надёжности машины на стадии разработки рабочего проекта является важным средством, позволяющим контролировать совершенство проектированной машины и дать ответ на вопрос, какая конструкция пригодна для работы в соответствующих производственных условиях. В этом деле важным и эффективным средством является моделирование отдельных операций и процессов в рабочих камерах технологического оборудования. Оно позволяет дать проектировщику исходные данные о нагрузках, условиях работы отдельных элементов машин, а также технически грамотно дать обоснование оптимальных параметров рабочего процесса машины. На стадии проектирования важным в отношении надёжности является подбор материалов отдельных деталей, защитных антикоррозионных покрытий, соприкасающихся с рабочим телом. Наиболее агрессивной средой в хлебопекарном производстве являются закваски, опара, тесто, соляные и сахарные растворы и тому подобное. При подборе материалов конструктору приходится решать вопросы, связанные с определением экономической целесообразности применения дорогостоящих материалов, особенно нержавеющей сталь, в тех или иных узлах машин, с учётом их срока эксплуатации в целом. Немаловажной является отработка конструкции подвижных элементов машин и особенно защиты подшипников от попадания муки и теста, что вызывает нарушение условий смазки ускоренной коррозионной и абразивной износы. Заслуживает особого внимания совершенствование конструкции машин в деле снижения пульсирующих и знакопеременных нагрузок. Многие виды хлебопекардного оборудования – тестомиссильные, тестоделительные, тестоформующие машины – работают циклически или с пульсирующей нагрузкой. В этом случае важно при подборе электродвигателя пользоваться не просто подбором последнего по номинальной мощности, а делать это с учётом момента инерции ротора двигателя. Выбор смазки для соприкасающихся кинематических звеньев имеет в машинах хлебопекарного производства особое значение. Как и в любых машинах, здесь требуется от смазки создать прочную поверхностную плёнку, хорошо смачивающую поверхности трения и удерживающуюся между ними при рабочих частотах вращения и допустимых контактных нагрузках. Смазки, внедряясь в поверхностные слои металла, должны благоприятно влиять на изменения их структуры, вызывая их пластическую деформацию и прочность. С этой целью в последнее время применяют специальные масла с присадками и поверхностно-активными добавками. С этой целью можно рекомендовать применение специальных масел с присадками и поверхностно-активными добавками. Последние способствуют снижению сил трения и уменьшению нагрузок на микровыступы в зоне контакта. Специфическим требованием к смазочным материалам является безвредность воздействия на человеческий организм. Смазка деталей, которые непосредственно соприкасаются с тестом, должна производиться либо пищевыми, не засыхающими жирами, либо смазками типа пищевого вазелина. Обеспечение надежности при изготовлении технологического оборудования. Чем сложнее конструкция машины, тем более высокую надежность она должна иметь. При изготовлении сложных машин имеющиеся неточности изготовления и сборки значительно влияют на снижение надежности. На надежность машины существенное влияние оказывает технология изготовления, соблюдение требований технической документации на изготовление, сборку, регулировку, обкатку машины. Использование термической обработки специальной операции по доводке до номинальных значений точности размеров соприкасающихся трущихся деталей, обеспечение высокой частоты обработанной поверхности с использованием алмазного инструмента и специальных абразивных паст позволяют в несколько раз повысить надежность работы изделия. В этом же плане положительное влияние оказывает применение специальных покрытий в виде хромирования, сульфидирования и прочих. Следующим важным звеном является сборка, регулировка, обкатка машины. Сборка должна обеспечить правильную посадку соединительных элементов, легкое вращение валов в узлах трения без заедания и люфтов, надежное сальниковое уплотнение подшипниковых узлов, обеспечивающее предотвращение вытекания смазки и попадания пыли и теста в узлы трения. При прокрутке и приемке машины заводским ОТК необходимо по возможности прогреть узлы трения машины и убедиться в отсутствии протекания смазки и других жидкостей, применяемых в машине, повышенного нагрева узлов трения, люфтов, стуков и потрескиваний, обеспечения оптимальных параметров в рабочей камере машины, то есть необходимо убедиться в том, что машина не имеет дефектов и все ее узлы функционируют нормально. На обеспечение надежности при изготовлении влияют правильная консервация, закрепление подвижных частей, упаковка, защита машины от влаги и пыли при ее транспортировке, снабжение ее необходимой технической документацией, комплектом запасных быстро изнашивающихся деталей и специальными инструментами и приспособлениями для разборки и смазки, если имеется в них необходимость. Нарушение хотя бы одного из перечисленных условий может повлечь за собой значительное сокращение срока службы машины и возникновение аварийных ситуаций. Обеспечение надежности при эксплуатации технологического оборудования. Надежность, заложенная в машине при проектировании и изготовлении, может быть полностью реализована только в случае соблюдения всех технических требований по расконсервации, монтажу, смазке, наладке, испытанию в производственных условиях на холостом ходу и уже после этого под нагрузкой. В начале эксплуатации технологического оборудования происходит преработка соприкасающихся деталей и узлов. В процессе эксплуатации характер изменения интенсивности отказов, а обычно можно описать кривой, которую вы видите на экране. Участок 1 – это преработка деталей, характеризуется снижением отказов. Участок 2 имеет постоянную интенсивность отказов. Участок 3 – период интенсивного износа, характеризуется резким повышением интенсивности отказов из-за нарушения установленных сочленений в результате предельного износа деталей. В этот период дальнейшая эксплуатация машины нецелесообразна, поскольку она сопровождается частыми отказами, длительными простоями на ремонте. Однако можно подвергнуть оборудование капитальному ремонту с заменой отдельных изношенных деталей и узлов. После этого надежность машины будет определяться главным образом интенсивностью отказов ремонтных элементов в процессе изнашивания. Изнашивание – это процесс изменения размеров и конфигурации, а также физических свойств деталей машины в процессе ее эксплуатации. Изнашивание деталей может ускоряться в результате коррозии, химического воздействия агрессивных сред, нарушение температурного режима, попадание в поле трения абразивных частиц, нарушение нормальных условий смазки и применения смазочных материалов, характеристики которых не соответствуют паспортным данным. Виды износа подразделяются на три основные группы. Первый – механическое изнашивание. Оно в свою очередь подразделяется на молекулярно-механическое и коррозионно-механическое изнашивание. Второе – абразивное изнашивание. Происходит в результате попадания абразивных частиц на трущиеся поверхности и участие их в своеобразном срезании и истирании рабочих поверхностей трущихся деталей. Этот износ обладает самой высокой интенсивностью. Мельчайшие абразивные частицы могут попадать даже из атмосферного воздуха. К ним относится бытовая пыль, а также частицы муки. Третье – усталостное изнашивание. Проявляется в результате циклического воздействия нагрузок, при этом может наблюдаться явление наклепа в поверхностном слое и разрушение в результате повышенной хрупкости. В зоне образования усталостных микротрещин создаются большие концентрации нагрузок и разрушение материала начинает прогрессировать. Основные закономерности изнашивания. Знание закономерностей изнашивания необходимо для расчета и прогнозирования долговечности и надежности деталей машин. Основными показателями износа являются У – линейный износ в микрометрах, характеризующий изменение размера поверхности в нормальном направлении. Гамма – скорость изнашивания определяет скорость изменения линейного износа за время эксплуатации. Гамма равно ДУ по ДТ микрометров в час. Изменение износа во времени обычно характеризуется кривой, имеющих три характерные участка. Приработку, нормальный износ и катастрофический износ. В зависимости от материала деталей, структуры поверхностных слоев, условий работы и смазки, законов нагрузки, кривые износы могут характеризоваться кривыми, представленными на рисунке. Для установившегося износа У равно УП плюс гамма Т, где УП – износ в период приработки. При расчете износа деталей необходимо учитывать влияние на износ конструктивной схемы сопряжения. Характерные схемы износа сопрягающихся деталей, встречающихся в технологическом оборудовании хлебозаводах, представлены на рисунке. К первой группе сопряжения относятся пары, состоящие из валов, вращающихся в неподвижных опорах, подшипниках скольжения. Сопряжение широко применяется во многих машинах. Здесь вал имеет равномерный износ по всей поверхности. После поля износа указано пунктирной линией. Износ подшипника имеет местный характер. Поле износа зачеркнуто. Поэтому сопряжение надо конструировать так, чтобы вал был из более прочного материала, а подшипник из более мягкого. И имелись сменные втулки для ремонтного восстановления нормального сопряжения этой пары. К разновидности этой группы сопряжений можно отнести случай, когда вал не вращается, а совершает качание. Картина износа тогда изменится. Неподвижный подшипник будет иметь износ на дуге, соответствующий углу качания. Вал будет иметь местный износ в области поля соприкасания трущихся поверхностей. Условия смазки о такой разновидности сочленения ухудшаются. При равных с основной схемой условиях нагрузки чаще встречается износ. Ко второй группе относятся пары кривошипно-шатунных механизмов, состоящие из головки шатуна и вала кривошипа. Они широко применяются в тестоделительных и тестомесильных машинах. Здесь износ вала несколько неравномерен по окружности. Максимальная величина износа располагается по линии оси шатуна. Подшипник шатуна имеет явно выраженный местный несимметричный износ. Закон подбора материалов сопрягающихся пар такой же. К третьей группе сопряжений относятся пары, состоящие из подвижного плавающего поршня и неподвижного цилиндра. Они широко применяются в тестоделительных и дозирующих устройствах. Износ поршня происходит более интенсивно и поэтому его готовят из более мягкого и вязкого материала. Алюминиевый сплав, высокопрочные пластмассы. А цилиндры делают из чугуна, стали обычной и нержавеющей. Сменным при ремонтах является поршень. К четвертой группе сопряжений относятся пары, состоящие из подвижного ползуна и неподвижной направляющей. Обычно ползун совершает возвратно-поступательное движение. Характер износа аналогичен предыдущему случаю. Здесь мы не останавливаемся на сопряжениях и износе зубчатых передач. Они детально разработаны и расчеты их нормированы. Данные о них подробно освещены в специальной литературе и учебниках по деталям машин. Рассмотрим особенности расчетов сопряжений на износ по схеме, которую вы видите на экране. Вал, подшипник, скольжение. Довольно частая схема, которая применяется в технологическом оборудовании пищевого производства. Задача заключается в определении зависимости между скоростями изнашивания трущихся поверхностей вала гамма-1 и подшипника гамма-2 давлением в опоре p и скоростью скольжения v для получения зависимости гамма как функция от p1v. На всей поверхности вала в этой схеме наблюдается одинаковый износ гамма-1 равно константа. Предположим, что износ осуществляется в условиях граничной смазки, когда альфа нулевое равно π пополам. Представим закон изнашивания поверхностей в форме, которую вы видите на экране. Тогда для расчета эпюры давлений можно воспользоваться формулой, которую вы видите на экране. И нулевое ширина подшипника. К1 и К2 характеристики износа стойкости материалов вала и подшипника. Приравняв числитель к нулю, определим, при каком значении центрального угла 2 альфа давление будет равно нулю. То есть определим значение угла износа по формуле, приведенной на экране. Обозначим соотношение коэффициентов износа материалов вала и подшипника через ξ как отношение К1 и К2. Получим формулу вы видите на экране для расчета альфа. Если принять, что вал не изнашивается, то К1 равно нулю, и КС равно нулю, а 2 альфа это 180 градусов. Тогда уравнение примет тот вид, который вы видите на экране. Если М1, если М равно 1, закон изнашивания выражается уравнением гамма равно КПВ. Величина линейного износа У1 от Т и У2 от Т в каждой точке поверхности определяется путем подстановки значений П с учетом, что У равно гамма Т. Для нашего случая получим, что У2 рассчитывается по формуле, которую вы видите на экране. Аналогичными приемами пользуются для расчета всех иных форм сопряжений. Приведенные уравнения позволяют подстроить кривую изменения износа сопрягающихся деталей по времени в зависимости от условий смазки, свойства материала, нагрузки на рабочую поверхность и скорости скольжения в поле трения. Пользуясь опытными данными по эксплуатации данного сочленения в условиях работы хлебозавода и допустимым значением предельного износа, можно определить допустимую наработку машины, ее гарантированный срок эксплуатации. В заключении следует отметить, что наука надежности и долговечности работы машин вообще и технологического оборудования в частности, хотя является сравнительно молодой, но ее методы позволяют уже на данном этапе надежно прогнозировать долговечность машин, определять детали и узлы, подвергающиеся ускоренному износу и разрабатывать для последних систему ремонтных деталей, замена которых позволяет значительно увеличить ресурс работы оборудования и повысить экономичность его эксплуатации, свести до минимума простое оборудование на ремонте. Вы посмотрели видео лекцию, посвященную надежности технологического оборудования хлебозаводов. Благодарю вас за внимание, подпишитесь на канал, поставьте колокольчик уведомления, поставьте лайк. Желаю вам всяческих успехов и до новых встреч!